Я работаю в Майндбокс с июня 2020 года. Изначально, когда я устраивался в компанию, были немножко странные такие ощущения, опасения, что это какая-то странная секта с какой-то странной культурой непонятной из Бирюзовой. Вот это вето, это же не демократия, это наоборот. То есть нет такого, что решение принимается демократически. Я не верю в Бирюзу, и в Майндбоксе это точно нет. Когда на встречу с нескольких человек Саша приходил позже, на несколько минут с кружкой Старбакса. И мне показалось, что нерационально тратить ресурсы компании, но в целом как-то это как неуважение может считываться некоторыми. Я думаю, прозрачность дает много мотивации. То есть заходишь в Пиндель, видишь, что сейчас твоя команда – это 9% выручки компании, и думаешь, надо побольше, делаешь больше. Я не представляю мир неоткрытых зарплат, не хочу работать в мире неоткрытых зарплат. У открытого процесса зарплат есть неожиданная сторона. Она заключается в том, что люди гораздо неохотнее назначают себе зарплату. Однажды в голову мне пришла странная идея, что неплохо было бы на работу закупать дошараки. Когда я приезжаю в Москву, я, конечно, хожу на какие-то вечеринки в офисе, мы там поем в караоке. В последний раз я вообще устраивал диджей вечеринку, поскольку я увлекаюсь музыкой, начинающий диджей, вот я делал вечеринку в офисе. Конечно, мы постоянно отказываем клиентам. Мы пытаемся рассказать им о более простых, дешевых решениях, которые они могут использовать. Я ему говорю, мужик, а ты что хочешь-то? Он говорит, ну, чтобы ко мне чаще приезжали и кофе пили. Я говорю, давай так сделаем. Напечатай за 5 тысяч рублей вот эти вот маленькие бумажки и лепи в них наклейки. Все делается для того, чтобы людям жилось хорошо. Новый компьютер, пожалуйста. Кресло, пожалуйста. Оборудование какое-то, пожалуйста. То есть это опять-таки все это оборудование стоит копейки на фоне того, сколько человек может заработать. И тут на этом экономит. Я пришел студентом на самом-то деле. И, в принципе, перестал он быть через день после подписания трудового договора. А сейчас формально у меня роль архитектор. Сотрудник может поехать в отпуск, поработать из любой точки мира, наверное, открытой на сегодня. И при этом компания вернет ему часть денег за проживание, за дорогу. С одной стороны, я наемник. Я в составе команды в Майнбоксе. С другой стороны, я предприниматель, человек, который нанимает людей. И лично я работаю от 10 часов каждый день. Мне кажется, в Майнбоксе постыдно, если ты закончил работать вовремя и просто ушел. Если ты не доделал какую-то задачу, закрыл ноутбук и встал за рабочее место и забыл про работу, это плохо. Неважно, отпуск, выходные, вечер. Из людей выжимают максимум эффективности, вместо счастья предлагают AirPods. Просто мысль об увольнении, она как бы крутилась несколько месяцев в голове. Ты ложишься спать, мысль о работе, встаешь, мысль о работе, что-то делаешь, мысль о работе. Значит, не так давно Александр Львович, он же горник, прочел книжку Netflix. И с вдохновением от этой книжки сказал, ребята, вместо эффективной работы, за которой мы вас ценим, походите-ка лучше по собеседованиям и убедитесь, что лучших условий, чем у нас, нет.